Шумные птицы Белка, которая живет в дубовом парке. Поэт и белка провожают птиц за город каждое утро. Этот простой пейзаж, к которому мы так привыкли, и есть зимний образ нашего города. И как всякий мимолетный пейзаж, он обладает одним достоинством – вечности. Пейзаж с летящими в зимнем небе птицами таит в себе тайны далеко не идиллической жизни современного города. Город по-кредитски Шаар. Это слово, шпящее, как змея, рыкающее, как река, с быстрыми перекатами. Слово многошумное, новоголосое. Шаар. Теперь это старое восточное слово звучит еще более многошумно, чем прежде. КОНЕЦ Многое полюбится вам в нашем городе. Например, темные дубовые аллеи с глубокими трещинами от жестокой битвы между корнями и асфальтом. Мы, прохожие, часто о них спотыкаемся. Будьте внимательны. Это старый могучий тополь с выразенными перечинным ножом именами мальчиков и девочек старого пешпека. Буквы Каграны давно зарубцевались. Маленькие дома с уютными, крохотными крылечками, где играли дети, где старушки грелись на солнце, со ступеньками, убегающими прямо на тихие улицы. Этих домишек старого пешпека с каждым днем становится все меньше и меньше. Только как память, как история, как свидетель многолюдных октябрьских праздников стоит рядом с главной площадью города этот тихий старопешпекский дом, где родился и вырос Михаил Васильевич Фрунзе. Субтитры создавал DimaTorzok Вот и мы, жители города, пришли на наш самый родной праздник, праздник Великого Октября. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! Товарищи пассажиры, начинается посадка на скорый поезд номер 17, Фрунзе, Москва. Состав поезда находится на первом пути. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Налейщик ответил? Ваня, не прерывайте поезд. Все шесть вагонов пойдут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш город уютен, как большой дом. В нем больше полумиллиона жителей. И каждый из нас видит город по-своему. И потому у каждого есть свой город, и каждому этот город дорог. В конце этого маленького зимнего очерка о нашем городе послушайте одну очень простую историю. Однажды по проспекту мира шли двое. Старик и мальчик. Мальчику было чуть больше года. Он никак не поспевал за стариком. Но вдруг один раз еловито посмотрел в небо. Это был чудесный взгляд. В вечерином зимнем небе летели птицы. Они возвращались домой в город. Это и увидел мальчик. Сейчас этот мудрец живет и растет в нашем городе. Субтитры создавал DimaTorzok. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова